начну доклад с того как я сама стала волонтером в начале с во как и многие я искала дополнительную информацию о том что происходит и этим кладезем стал телеграм и в частности телеграм-канал операция за военкуры русской весны упорными просьбами дать мне возможность помочь хоть чем-то не сделали модератором чата чуть позднее стала вникать в гуманитарную помощь уже оказываем на тот момент каналом и стала заниматься общей логистикой по стране потом подключился уже китай и сформировался мой ориентир на бпла тепловизоры коллиматоры и все связанное с этой тематикой чем я на канале и занимаюсь по сей день враг в то время начал уже активно использовать системы сброса боеприпасов с нашей стороны это было не так развито только начал формироваться первый пласт операторов бпла но уже в интернете были первые модели хвостовиков в том числе выложенные врагом подключив процессы у знакомых с 3d принтерами мы начали закрывать какое-то еще редкое на тот момент количество запросов к каналу военкоры спустя уже какое-то время этих сил стало не хватать и мы бросили клич на канале с призывом владельцем 3d принтеров присоединиться для помощи фронту отозвалась первая группа энтузиастов позднее их объединила в один закрытый чат и это стало предшественником будущего технофронта русской весны сарафанным радио к нам добавлялись уже новые участники расширялись возможности я предложила создать свой канал с презентационным видео с результатами работы за эти месяцы чтобы уже мы могли охватить гораздо большее количество заявок бойцов уже обращайся к нам помимо военкоров и напрямую вот это было первое наше презентационное видео то есть это то что мы делали до того как мы стали полноценным технофронтом к тому момент у нас было всего несколько десятков человек сейчас нас уже в разы больше наши изделия применяются от купянского до херсонского направления спецназом артиллеристами разведчиками штурмовиками саперами в условиях фактически отсутствия по сей день штатных боеприпасов для сброса с дрона которые были осенью анонсированные минобороны мы как и многие другие волонтерские группы передаем на фронт хвостовики на различные боеприпасы улучшающую их стабилизацию так как все эти боеприпасы разработаны в 60-х годах для этого не предназначены к ним же естественно изготавливаем и систему сброса на разные модели дронов навеки аутель юка промышленные дроны в настоящий момент наши ребята моделирует сброс на 8 боеприпасов нашей визиткой являются как мы их называем минифаб 500 это корпуса для будущего снаряда самодельного взрывчатый поражающим элементом которые являются весомым дополнением к имеющимся количество боеприпасов для дронов поражающий элемент кстати мы тоже предоставляем бойцам сами для ориентирования и наведения боевых орудий в ночное время мы изготавливаем подсветки и маяки на бусоле самоходных артиллерийских установок и минометы устройства для снаряжения магазина рукоятки для пулеметов кейсы для хранения противошоковых обезболивающих детонаторов соперные щупы диэлектрики для поиска взрывоопасных предметов мин в условиях контакта взрывным устройством реагирующим на металл но это уже не 3d печать это обточенный стеклопластиковый пруд и эпоксидная смола мраморная крошка в рукоятке отдельные линии являются у нас изделия из металла мортирки на к-74 переходники на рпг-7 и саперные кошки первое позволяет делать выстрел гранатой второй соединяет ручной гранатомет с несвойственным для его боеприпасом это 80 82 миллиметровой миной то есть более тяжелым снарядом а также позволяет нашим бойцам быть мобильными и не таскать за собой миномет саперная кошка для проверки на предмет манирования предметов поставленных на позициях снятия растяжек связи с высоким спросом на переходники и кошки нами вовлечены в процесс несколько цехов которым переданы чертежи и который помимо своего основного производства обеспечивают запросы бойцов к к нам получается один цех у нас реализовал нестандартный запрос по нашим замерам это бронированные стекла для тигров для бригад спецназа в настоящий момент они повторяют свой подвиг все наши изделия приведены к единому стандарту чтобы бойцы которые обращаются повторно могли получить на складе ровно те же изделия которые они получали в прошлый раз несмотря на то что они могут быть сделаны другим волонтером мы открыты новому выполняем заявки бойцов на разные комплектующие в частности то дроны недавно участвовали в процессе создания гарнитуры к штатным рациям азарт по запросу танкистов а также изготавливали корпуса выносов для лаборатории гагаринг мониторим вражеские каналы отечественные по тематикам бы пола рэп рассылаем собственно бойцам которые у нас на связи всю эту информацию сравниваем делаем какие-то свои таблицы внутренние для понимания что лучше тестируемости все изготовленное передается бойцам бесплатно в порядке очереди по заявкам на территории с в том числе мной когда я езжу собственно говоря на донбасс в связи с чем по всем изменениям мы получаем обратную связь от бойцов в кратчайшие сроки в этом наверное первое отличие таких волонтерских объединений как наше от соответственно предприятий работающих на оборонзаказ при наличии просьбы от бойцов о доработке изделий исполнитель сразу же приступает к устранению недостатков одновременно это также является стимулом для наших волонтеров они видят то что они передали в руках бойцов второе отличие это полное отсутствие бюрократии и максимально короткий срок от заявки напрямую бойца до получения на руки я как бывший госслужащий системы правоохранительных органов знаю что такое бюрократия единственная причина отказа это просьба передать вне территории сло это также связано с тем что недобросовестные граждане не воспользовались бесплатным трудом волонтеров и не стали продавать это соответственно нашим же военным и то есть уже и на зоне на авито и где только нет причем цены превышают на полях народный фронт сделал специальную службу безопасности которая занимается тем что выявляет тех кто торгует тем что волонтеры и на фашки поставляют бесплатно и так сказать присылают к ним докторов вот так как вопросу о проблеме третье лично отличие мы никакие заявки не ставим приоритетнее других часто у нас просят заплатить за системы сброса например чтобы не ждать эти очередности но наша позиция принципиально у нас все равны единственное исключение если подразделение уходит там на отдых или доукомплектования то в случае на сложные изделия а мы тормозим эту заявку и переходим к той которая сейчас нужнее на текущий момент бойцы это все понимают собственно никто ничего не имеет против также у нас есть верхний потолок количество по заявкам на сложные изделия чтобы аналогичный замораживался процесс для помощи другим бойцам а вот наверное общая суть народного впк волонтеры оперативные реагируют на изменяющуюся обстановку на фронте легко подстраиваются под и нужды бойцов гораздо глубже погружены потому что они имеют связь с ними напрямую с разных участков фронта не нужно ничего согласовывать помощь оказывается здесь и сейчас волонтеры уже достаточно длительный период времени убеждены что сейчас одно из самых важных это дроны все что связано с гаджетами для их работы усиление их работы и рэп существует наше и наше объединение исключительно за счет собственных средств на неравнодушие мы не арендуем помещение например 3d принтеры которых у нас на текущий момент уже более 100 стоят в квартирах офисах гаражах там же все и собирается мы не нко не юридическое лицо существуем обособлено от канала военкоры и сбор средств мы никакой не ведем из трудностей на текущий момент для волонтеров наверное для всех гуманитарщиков с свого это высокие цены отправления посылок по стране потому что часто коробка с напечатанными хвостовиками отправленная там одна катушка например если нужно сделать 150 хвостовиков это 800 рублей вот и цена этой отправки будет уже равна 800 рублям если бы была возможность и кто-то бы шел на встречу с со скидками например на какой-то один адрес получателя или отправителя потому что одно дело когда ты зарегистрирован как-то другое дело как мы когда мы просто не равнодушные граждане скажем так у нас нет этих возможностей для преференции еще одной трудностью является невозможность перейти к более сложному оборудованию из-за дороговизны комплектующих невозможности начать или продолжить реализацию нас есть инженеры у нас есть генеральные гениальные операторы на связи с которыми мы взаимодействуем идеи чертежи даже прототипы и в пиви дронов усилители сигнала пламя гасителей но без финансовой поддержки на комплектующие чтобы это бесплатно передавать на фронт у нас нет возможности продолжать этот процесс основная трудность это затраты на материалы потому что часть комплектующих у нас закупается в китае для экономии вот например сервомоторы платы там стоят два в три более раз дешевле чем в россии однако федеральная таможенная служба россияна с 1 апреля сделала подарок всем волонтерам и гуманитарщикам и изменила льготную сумму беспошлиного ввоза с 1000 до 200 евро вот это решение сильно ударит по данной категории помощников вот потому что когда у тебя есть небольшой бюджет и необходимо в него уложиться и купить максимум там до 100 тысяч рублей например то нужно будет рассчитывать на плюс 13 процентов от суммы вот по итогу все это отзывется естественно на бойцах и будет оказана помощи меньше вот кроме того это как кроме того это кроме как вредительством для нашей страны особенно во время и свой по-другому не назвать особенно с учетом того что сейчас ударная сила это fp ведроны на третьем году они до сих пор собираются большинстве своем простым народом и передаются волонтерами вот так все комплектующие ну не все ну весомая часть комплектующих закупается в китае и по какой-то причине мастерство обороны до сих пор не осознает важность и ценность необходимость в массовом производстве они все равно осознает подождите там эта история простая как бы такие большие структуры просто любят работать с самасштабными себе сущностями им нужно чтобы условный калашников сказал я закрою потребность иного в пиведронах в количестве 100 тысяч штук вот это это и они вот но при этом производители естественно все отпрыгивают вот такой постановки поэтому значит по факту абрамсы жгут упырями которые делаются в гараже в екатеринбурге такими же волонтерами как и вы так вероятно и продолжим так вероятно и победим как говорится соответственно хотелось бы конечно закончить свой доклад словами ладлен татарского о том что эта война войдет в историю как война волонтеров когда частная инициатива решала вопросы от добровольцев и до обеспечения войск